Первая заповедь. Я Господь, Бог Твой. Это было при вручении Торы. А акт творения, да будет свет и был свет. Кто такой Бог? Что такое Бог вообще? Я Господь, Бог Твой. Как к этому относиться? Это просто самое высшее, включающее в себя сила природы. Разумное, всесильное, вечное, совершенное. То, что мы приписываем природе. Но природе нашего мира мы больше не видим. Наполняющее, заполняющее собой все, включающее в себя всю программу творения, начало, его цель, реализацию и конец. Все это вместе относительно нас называется творцом. Теперь. И все это только относительно нас. Мы не можем говорить о творце, о Боге, о высшей силе, всесильной, привечной, я не знаю, какие угодно ты ему приписывай названия. Их надо все обыгрывать, то есть обговаривать, почему же они вот такие, они другие, почему их так много. Так вот, после того, как мы, не обращая внимания на все эти наименования, говорим о нем, мы говорим о нем только относительно себя. То есть должен быть восприниматель. Таким, как мы его познали. Не мы сами с тобой, сидящие здесь, а великие души, каббалисты, которые познали его и поэтому рассказывают о нем нам. Теперь, как следствие этого или как то же самое, акт творения, да будет свет и был свет. Какая связь с тем, что было сказано до этого, я Господь, Бог твой? Потому что следующее действие, его проявление относительно нас, в акте творения сверху вниз, это проявление света. То, что мы изучаем, мир бесконечности. Когда проявляется свет и строит под себя сосуд. Вот этот сосуд и называется изначальным, первоначальным творением. Это еще далеко от того творения, которое в итоге должно быть, потому что это, ну допустим, как капля семени, которая разовьется ли из нее что-то или не разовьется еще то, что-то. Но в ней практически есть все, кроме силы, кроме материи. То есть надо ее просто напихать, так сказать, всем необходимым, но вся информация, абсолютно все его свойства, все, что называется он лично, у нас находится в нем.